привет привет представься пожалуйста сергей бестов настоящее имя другое сколько тебе лет 39 полных скоро будет 40 где-то живешь москва где ты работаешь чем занимаешься работаю на ставках это мой основной вид деятельности также с рекламы небольшой заработок имеется других источников дохода нет играю в теннис иногда на бабки но чаще проект как давно ты делаешь ставки сергей по моим подсчетам началось это еще 2011 году тогда это было еще на демо счету скорее я ставил экспрессы баловался можно сказать смотря на друга а потом я встретил с одним человеком который мне рассказал что что ты что ты этим не серьезно занимаешься если хочешь заниматься этим серьезно то нужно делать ставки на бирже ставок а не в бк и вот я тогда познакомился с бетфайером с биржи ставок как долго ты делаешь ставки но 2011 года 2012 можно сказать серьезно 2011 это было еще фигня при каких обстоятельствах ты сделал вот эту первую ставку свою глядя на друга который ставил в бэтсити кстати это друг до сих пор еще по моему ни разу за все эти больше чем 10 лет со счета не выводил бабки он так чисто как хобби ставит но я может быть чтобы его поддержать тоже стал по чуть-чуть ставить в бэтсити изначально потом перешел уже на более серьезный сайт как на бэтфайер на марафон твоя первая ставка я помню первую ставку в бэтфайере только но это была не первая ставка вообще и это было мать первая ставка на бэтфайер она наверно была там 4 10 долларов максимум даже если я выиграл это в меня в эйфории в какую-то не ввело особо в эйфорию меня ввело когда я за два месяца с этих 126 долларов которые сам вложил я поднялся до 9 тысяч долларов ого вот интересно я тогда мне многие матчи казались но прям железные верниками я не стеснялся ставить туда десятки тысяч долларов типа играет барселона реал не между собой отдельно но я знаю господи там месси есть там рональду еще играть полчаса ну конечно они забьют что тут стесняться давай поставим сюда 10 тысяч долларов сразу забивали я это даже не сомневался я это воспринимал как должное ждал следующего матча думала еще тут халявные тысяч долларов сейчас будут все как-то было легко очень просто самая большая сумма которую ты единоразово проиграл 10 тысяч долларов и не раз но это при том что просто бэтфайер не давал поставить больше этого ограничения так бы наверное я проиграл бы и больше у меня на счету бывало что и 60 тысяч долларов было если бы они дали столько поставить возможно я бы больше проиграл причем часто очень глупо на очень маленьких коэффициентах бывало и такое фаворит ведет 2-0 осталось играть 10 минут до конца что тут думать особо 10 тысяч долларов на 1-1 что он выиграет легкие 100 долларов ну вот это часто меня губило самая большая сумма которую ты единоразово выиграл 25 тысяч долларов к этой ставке привело то что до этого я слил тоже немало естественно я таким образом отыгрывался 10 тысяч долларов я поставил на кф-3 и 5 не нужно было может быть 10 отыграть может 15 уже не помню выйти в плюс естественно я всегда ставлю догоном я не мирюсь с поражениями поэтому если как ставка не прошла мне нужно следующей ставкой выйти в плюс вот и тогда мне нужно было выйти в плюс матч был абсолютно равный марэ симон теннис на камбэк или возвращение в матч по-русски говоря марэ на грунте причем он тогда на грунте еще совсем играть плохо умел против симона который там играл отлично мне говорили ты сумасшедший ты проиграешь вел марэ с брейком в третьем сете потом брейк потерял дело пришло к тайбрейку и буквально от пара очков решалась будет у меня плюс 25 тысяч долларов или на балансе 0 и вот еще 6 6 симон ошибся и марэй выиграл 86 это было практически в день победы 2023 2013 года расскажи про самую длинную серию побед я скажу честно что я вообще сливаю баланс постоянно для меня неважно сколько я подряд сделал для меня важно чтобы я несколько минусов ряд не поймал причем у меня догон своеобразный не как у нормальных людей я не то что проиграв 2000 потом ставлю 3000 на кэссен 2 я могу поставить 30000 на кэссен 1.1 например догон победствую и вот так расскажи про самую длинную серию проигрышей когда ты начинаешь сливать деньги у меня бывает не раз что проиграв какую-то большую сумму чуть не как в пьяном угаре если бы я пила не ставил я могу неделю пытаться там на 5-10 тысяч ставить экспресс с кэфами 6 7 иногда просто они доходят до безумия там кэф 30 40 100 я могу неделю подряд вообще сливаться все что я зарабатывал за месяц я могу за эту неделю потерять агония называю ставочник называют этот тильт когда я прям открытым текстом пишу на канале друзья сейчас я иду в классе 5000 и мы с вами будем и сливать примерно так же я уже понимаю примерно их судьбу какой самый большой коэффициент на котором ты выигрывал и какой самый маленький коэффициент на котором ты проигрывал самый маленький наверное все просто кэф был 1 0 0 6 1 0 0 6 да получился очень позорный слив кэф 10 помню заходил однажды мы с другом вместе ставили ставки с моего аккаунта по моему там вообще кэф 100 зашел но я не помню какая там сумма с экспресса или с ординара по-моему с ординара там играли дель поттер и изнар и дель поттер уже изнар тогда еще не котировали особо подавал на матч уже и не подал на изнар уже кэф 100 был выиграл второй цвет на тайбрейке матч выиграл расскажи про любимые виды спорта на которые ты лупишь все свои ставки теннис который я сам играю в битфайр я больше ставил на футбол но сейчас я пока что временно перешел по большей части на марафон и почему-то мне маленькие суммы ставить на футбол не интересно наверно потому что нужно долго ждать час полчаса во втором тайме обычно ставлю поэтому там я предпочитаю что ставить на то что побыстрее хоть это и любимые у меня виды спорта я ставлю еще на кучу других видов спорта и на волейбол я ставил и на сипотокрау и на настольный теннис само собой на пляжный волейбол когда был карантин я помню даже и на мыльный футбол ставил на мыльный футбол да когда люди в мыли бегают по площадке соответственно наверняка забивают так как им скажут я пытался какую-то логику в этом найти ставки это хорошо или плохо если в разумных пределах это делать наверно хорошо но к сожалению мало кто может делать это в разумных пределах нельзя ставить на чужие деньги это сразу скажу на заемные и так далее сразу начинаешь нервничать переживать о том как это все давать и ставишь чисто на свои особенно свободны ты себя чувствуешь более раскованно ты считаешь ставки чем-то стыдным постыдным нет почему паспорт должен посты но много кто стыдится прячется не хочет чтобы об этом узнали потому что наверно те перед кем они стыдятся наверно будут думать что причем не выиграл завтра проиграл ты что это как заболевание действительно заболевание оно даже отнесено по классификатору заболеваний заболевания а ставки это для богатого сегмента людей или для бедного ну для всех вообще но больше примеры как и богатые люди связываясь со ставками становились нищими есть возможности и у бедных людей подниматься на ставках такие возможности есть есть ты кого-нибудь знаешь кто поднялся из бедных людей на ставках я им пожалуй не знаю ты в приметы веришь нет не верю но иногда ради прикола была у меня святая водица от матроны когда-то когда мне нужен был гол в одном матче и спил и сказал матрона мне нужен был помоги пожалуйста это смешно что это шуток забили забили ты дальше это практиковал ручка но когда не случалось того что мне нужно было я думал ну ну сколько можно не может она тебе вечно помогать что самое дорогое что ты потерял в жизни из-за ставок но это совершенно однозначно это лена с которой мы два года жили на съемной квартире и из которой мы и благодаря ставку ставкам и уехали в общем три-четыре месяца я не платил и хозяин сказал что слушай все мне надоело даю тебе неделю если говорит я не знал чем ты занимаешься я бы возможно еще подождал бы но я имел еще неосторожность встретиться с хозяином с этим и приватной беседе просите него 2 миллиона в долг стал требовать за жилье говорит но серёг я все понимаю но вдруг тут сейчас кто-нибудь придет там укокошит тебя в моей квартире мне чего надо давай ты или плати либо уезжай лена тебя ушла это я сам всех ушел я ушел в тень 2015 году феврале совершенно сознательно я тогда три месяца работал в колл-центре я там у кого только не на занимал денег и у лены и у ее подруги у ее мамы все это в один день как-то меня обрушил все стали резко писать и это ее подруга сказала слушай ты мне вроде обещал тут в конце этой недели мне как раз тот день дали зарплату сколько да там копейки там тысяч двадцать двадцать пять которые вся эта зарплата уходила сразу же практически в тот же день я подумал что надо прямо сейчас тогда приумножить какой-то матч по-быстрому поставил всю эту зарплату слил написал подруге и что боюсь что я тебе ничего не порадую ты говорила что там лени скажи что я у тебя занял денег ну что же говори что теперь поделать и потом что-то мне резко как-то в голову пришла мысль ночью удалиться из вконтакте отключить телефон и так далее я тогда я решил что не просто я от кого-то убегаю я решил что как ни странно что я так лучше для всех сделаю что где-то за две недели я сделаю так что прям с копейки сейчас раскручусь пока меня никто не будет тревожить спрашивать где деньги когда ты отдашь я прям спокойной обстановке сейчас начну грести миллионы почему-то мне такая мысль пришла в голову и потом уже с каждым буду выходить на связь говорить извини так нужно было пиши свой номер карты сейчас эти все переведу и типа все снова будет хорошо но в общем не пошло и две недели превратились несколько лет где сейчас лена я с ней с тех пор больше не общался я только знаю что она с моими друзьями некоторыми общалась даже переписку одну видел она там ничего хорошего обо мне естественно уже не писала живет она наверное все там же в москове естественно уже возвращение это все уже не будет я уже понимаю что у всех уже своя новая жизнь я сам так сказать как в песне андрея губина разрушил все свои мечты я собственной рукой у сергей расскажи самую неприятную историю в твоей жизни в период ставок да у меня много таких историй было не не раз части подписчики давали средства чтобы я их поставил со своего счета если пройдет я себе какую-то часть например могу взять иногда я сразу заведомо считал что это какую-то херню не поставили проще поставить скинуть им скрин потом продать и поставить свою ставку вот такие случаи несколько раз у меня были один раз я поставил на баскетбол его ставка в итоге зашла но сначала его команда летела я продал поставил свое итоге потом пришлось посмотри это немножко не то я вот не совсем про ставки а вот прям вот чтобы людское что-то было в аффекте в попытке отыгрываются я брал деньги у мамы из кошелька даже сначала 5 тысяч потом думаю сейчас я 5 быстро поставлю отыграешь не получилось там еще пять еще пять так сумме где-то 50 тысяч за пару дней ты себя лудоманом считаешь конечно есть даже куча критериев разных по всем ним по всем им я подхожу прекрасно это сто процентов сколько раз ты пытался завязать со ставками никогда не пытался это в моей цели никогда не входило как ты снимаешь стресс после вот больших поражений одним способом просто иду спать как-то во сне все забывается постепенно но не сразу все равно следующий день тебе хочется отыгрываться ты спокойно спишь спокойно сплю да конечно бывает иногда сны снятся про ставки бывает такое иногда даже снится что у меня на балансе там много денег сейчас попробую на весь страницу просыпаюсь нет это только сон был сплю спокойно после всего что у меня в жизни было ничего уже не способны не искали выбить сколько раз ты проигрывал весь свой баланс до обе честно множество больше тысячи наверно больше тысячи раз ты проигрывал вот все деньги когда у меня посты начинали сконтакте день номер пять там слив номер триста двадцать один в году я помню что в каком-то году там в одном только году я насчитал их более 300 что что даже в один какой-то день ты залил один день на счет второй раз третий все это считается за сливы у меня считалось поэтому могло бы даже больше чем триста шестьдесят пять в году в теории в какой момент ты понял что ставки тебе больше не приносят радости но ты при этом дальше играешь они мне не должны приносить радость по идее я отношусь к этому как своей деятельности как своей работе мне пишут ты работаешь конечно работаю лежа на левом боку это моя основная работа мне нравится что никуда не надо ходить ты не трачь время на поездки не нужно общаться с людьми лишний раз ты не зависит начальника по сути дела с чем многие поспорят все зависит чисто от тебя хорошо поработал не ставил на фигню не отыгрывался не стоял на маленькие коэффициенты молодец выиграл сегодня плохо поработал ну значит сегодня с нулем сидишь все равно как бы там игроки не играли все равно все тебя зависит от твоего банк-менеджмента сегодня с утра 178 зашел на чем прежде чем тебе поехать я все равно полчаса потратил 2000 поставил 2-0 качмазово в теннисе турнир в казахстане расскажи про свой круг общения друзья знакомые окружение которые ты потерял из-за ставок ну на самом деле я не такой прямо был супер общитель на счет вот одноклассник в однокурсниках моя задача это по 1000 долларов в день прибавлять пока я к этому еще не пришел но это не шутка и так действительно хочу делать для этого не нужно весь день ставить две-три ставки и все заниматься своими делами у тебя проблемы со здоровьем какие-то были не знаю врача никогда не обращался и не думал по этому поводу обращаться я так сказать привык своими заболеваниями бороться сам каким заболеванием ну вот как ни странно у меня даже зуб иногда болел я ему говорил слушать дружище сейчас вообще не до тебя сам как не справляйся к врачу идти у меня нет времени а как когда-то и денег не было особо и вот так как-то волшебным образом пристекало что проходила неделя и он как будто уже и не болел сам у тебя мысли были о суициде только честно честно не было никогда хотя те кто смотрели со мной передачу по тв3 2016 году еще они думали иначе но это была всего лишь роль там я типа стоял на балконе 15 этажа типа хотел выброситься но все это было только для тв3 ничего такого сколько тебе заплатили на тв3 4000 кого ты играл себя играл расскажи про свою семью мама папа братья сестры есть у тебя мама есть папа умер к сожалению несколько лет назад есть брат есть мама как они относятся к твоей работе в кавычках я я буду в кавычках и хорошо хорошего ничего не видит но уже смирились с тем что меня не изменить когда-то пытались там то ультиматум и ставит там давай на работу сколько это может продолжаться лекции читать тогда а то им не говоришь я же работаю куда мне на работу еще на вторую работу нет не говорю но последние годы какие-то реальные действия показываю из которых можно видеть что хоть что-то пошло лучше в прошлом году я купил маме беговую дорожку за 30 тысяч пил ей телефон мультиварку лекарства там как-то нужно было за 25 тысяч купить раньше об этом все можно было только мечтать да мне подписчики там некоторые возражают ты бы сработал на работе ты бы это мог сделать гораздо быстрее а я им на это отвечаю на работе каждый дурак может заработать и вы попробуйте на ставку заработать ты планируешь свою семью заводить смотри тебе 39 лет как ты думаешь сколько лет тебе будет когда твой ребенок пойдет в школу как же можно отвечать так я просто не знаю ну примерно чтобы был ребенок должны быть какие-то отношения для начала как я могу говорить так как или в любом случае даже если это случится сегодня тебе будет 45 ну то есть ты меня сейчас нет я тебе захоронить пытаешься то есть если ты планируешь создавать семью когда так чтобы написать список планов на бумажке и там пункт 1 создать семью меня такого нету почему ты себя называешь гением ставок перво-наперво реклама наверно пошла моя меня стали узнавать из такого из такой группы вконтакте дневник папана я туда кидал свои ролики фрагменты отчетов ну по-моему только ролики установил ну кто-то там что-то такое ляпнул под одним из роликов типа да ты папан кончены и что такое а я ему так в шутку ответил ты чё какой я тебя папан я гений ставок но я в какой-то степени в шутку это ответил прилипло к тебе это клеймо прилипло я его стал поддерживать и сейчас в общем-то вбив разных ресурсах поисковых гений ставок можно сразу очень легко на меня наткнуться ну хорошо можно сказать как хэштег такой стал кто у тебя покупает рекламу ставочные каналы в основном кто счета покупают иногда реферальные ссылки иногда рекламируют но бывали необычные рекламы и гонишь людей на букмекера на букмекер да мне вообще в принципе я никогда не отрицал не все равно что рекламировать и казино рекламируют однажды у меня проституток даже рекламировали тысяч 700 платите пожалуйста за 1700 у тебя на канале можно про рекламировать бардель бардель можно наркотики только не буду рекламировать бардель пожалуйста 2 раза рекламировать элитных проституток питер рекламировали 하는데 Класс Когда-то я, за что меня еще иногда любят хейтить, я в один день сказал одно, в другое, другое, когда-то я говорил, что казино не буду рекламировать, потом рекламировал Потом казино тебя нормально отстегнули? Да нет, это тоже чье-то казино чья-то реферальная ссылка, по-моему, была На меня, как ни странно, никогда не выходили ни букмекеры, ни казино Я даже удивлялся Почему? Хотя у более мелких каналов смотрю, делают ставки в Marathon Belt делают ставки в FondBet Думаю, как же так, у них тысяч подписчиков у меня шесть тысяч, но ко мне никто никогда не обращался Я гораздо больше приношу пользу тем, что люди меня читают все эти годы и видят действительно негативные всякие моменты, и многие мне говорят спасибо, что благодаря тебе я перестал делать ставки Расскажи про вранье Чье? Твое Из-за ставок Нет, как ни странно, у меня не так много было вранья Я людям там честно говорил, что да, я проиграл мне нужно еще какое-то время, чтобы подняться не верили Вот наоборот когда у меня дела шли в гору многие люди у меня брали в долг я видел со стороны, как они придумывают то у меня киви заблокировали то у меня карты заблокировали То есть играешь ты а врут тебе Ну все, кто меня знает, прекрасно знают что если у меня нет денег то они только в одном месте могут уйти что я их проиграл тут ничего врать не нужно а в остальном я доставок вообще был достаточно нормальным человеком То есть что-то все-таки с тобой ненормальное происходит? Ну скажем обычным человеком я был не то, что нормальным я и сейчас, наверное, нормальный просто да, вот я выбрал себе такую деятельность Кредиты и займы в банках? Первый раз когда я взял у трех-четырех банков причем я тогда уже не работал мне пришлось тоже воспользоваться некоторыми серыми схемами у меня был очень хороший подъем я даже одному банку все погасил второму собирался погасить думал, все, все, сейчас все пойдет у меня вот после этого Мара Симон у меня было на счету 60 тысяч долларов тогда я думал, все, сейчас всем банком погашу и так далее у меня эта волна первая банковская почти прошла ну, потом Сколько ты взял в эти первые разы и сколько ты кредитов нахватал? да, в сумме это по сравнению с тем что давали люди не так много может быть там на миллион-то в сумме не тянет а потом, в общем последовало опять как я люблю говорить не слив, а корректировка баланса и вторая волна наступила то есть когда ты проигрываешь деньги это корректировка баланса? ну, я, так сказать, чтобы в какой-то время даже позлить ворнов немного они говорят ну что, опять слился? я говорю, нет, это не слив это корректировка баланса не переживайте откорректируем в другую сторону скоро то есть МФО как быстро испортилась твоя кредитная история в банках? опять же не без помощи новых вкладчиков естественно, мне удавалось гасить долги в какой момент ты больше не смог прийти в банк и взять кредит на, не знаю, на 200 тысяч рублей или на 50 тысяч рублей? в 2014-м, по-моему, я взял последний кредит как ни странно мне его дали кредитную карту хотя тогда уже, да была испорчена кредитная история я очень сильно удивился на 70 тысяч, по-моему где? кредит Европа-банк не советую никому никогда в последнюю очередь нужно лезть в займы и не нужно вообще на ставки тем более в 2017-м году ты в своем паблике написал что у тебя долг 25 миллионов рублей и на это на погашение этого долга тебе нужно чуть более года ты погасил этот долг спустя 4 года? нет, не погасил не этот ну, там, естественно ни одному человека куча разных людей ты в том же своем паблике писал, что ты должен больше, чем проиграл поведай нам эту тайну я решил это было большой ошибкой создать себе новый стартовый капитал с помощью привлечения средств людей я использую для этой цели друзей, знакомых составил текст шаблонный стал ВКонтакте отправлять людям кому-то вживую рассказывать что я, в общем, такой суперкрутой ставочник вы можете сделать выгодную инвестицию это будет выгодно нам обоим первый год я всем выплачивал активно, четко без задержек но, к сожалению как мы прекрасно понимаем это было за счет привлечения людей за счет включения привлечения вкладов новых людей самая большая сумма, которую тебе принесли в это вложение разово, наверное, 600 тысяч кто-то тебе принес 600 тысяч чтобы ты на ставках поднял денег? да кто это? студент вуза которому я делал работы по экологии БЖД мы с ним встретились подписали договор но были люди, которые переводили крупные суммы даже не подписывая договор они мне доверяли ты ему вернул эти 600? я ему вернул и с процентами вернул ну, в принципе все равно никто этим договорами не воспользовался кроме одной женщины которая подала в суд и выиграла ее фамилия висит теперь на сайте приставов ей должен где-то миллион я ее постепенно выплачиваю тебе кто-то угрожал из твоих кредиторов? были некоторые агрессивно настроенные личности к счастью, это было еще в момент, когда были возможности найти какие-то деньги изыскать не в последнюю очередь благодаря родственникам очень много мне дал брат так сказать поддержки то, что я ему очень благодарен несколько миллионов практически он помог отдать этим людям когда-то я так сказать более с опаской относился к этим всяким угрозам у меня есть ФСБ там коллекторы чеченцы приют и так далее потом уже со временем я на все это так позевая стал реагировать потому что я уже чего только не слышал чего только не видел но тогда изначально я даже боялся один день просрочить банку платеж думаю, ой, это, наверное, так страшно потом мне все это настолько стало все равно как ты планируешь закрывать долги? как ни странно со ставок с 25 миллионов что ты закрыл? со ставок у меня была такая категория людей ну, еще осталось как теннисные друзья кому я должен был в сумме там, может быть, не очень много 1200, наверное вот что касается этой категории и, наверное, почти всем я все отдал и можно считать что это со ставок как раз таки было уже да, это маленькая часть от 25 миллионов но если по факту говорить да, к сожалению я еще и подписчиков сейчас занял небольшое количество денег в общих масштабах тысяч, наверное, сто но когда в последний раз я им должен был тысяч сто мне хватило где-то трех недель чтобы это все погасить так что это все фигня копейки 25 миллионов это копейки ну и 130 тысяч копейки ну 25 миллионов это чуть больше копейки но ну тоже фигня почему при всей своей гениальности заработать по факту ты не можешь потому что я игроман и мне свойственны игроманские замашки эмоции если бы я был хладнокровной машиной который бы видел две четкие ставки на день ставил бы только на них и больше ничего наверное бы было все намного лучше как ты планируешь заработать на ставках столько лет пройденных показали то что ты можешь фиксировать долги но кроме как долгов ты ничего не набрался за эти годы и со ставок ты никакие долги не покрыл глобально глобально не покрыл когда ты будешь зарабатывать на ставках сегодня начну хорошо где и кем ты себя видишь через 10 лет через 10 лет естественно я нет каких ставок отказываться не собираюсь я продолжу их ставить но это не значит что я с утра до вечера буду пялиться в монитор ничем больше не заниматься возможно как бы я еще найду какие-то проекты в которые я смог бы инвестировать скажем средства у меня есть люди которые кто-то биткоинами занимается кто-то в акции вкладывается возможно я буду перераспределять часть средств может быть меньше времени уделять ставкам более точечно но более крупно но часть денег будет других каких-то источников были моменты 2-3 дня какую-то работу пытался найти походив по собеседованию я понял что ну все равно я не найду ничего лучше лучше чем ставки ты в жизни ничего не найдешь в плане заработка для себя да в плане сочетания всех факторов и свободное время возможности выбирать когда тебе работать когда нет и я категорически против слова заработок работа стабильная прибыль какой-то доход все то что пересекается в слове ставки в предложениях где есть слово ставка и заработок для меня это нонсенс невозможно ты можешь называть и говорить иначе но судя по тому что происходило и происходит в твоей жизни у тебя просто процесс отрицания этого ты с пеной у рта либо очень спокойно можешь говорить сколько угодно что ты можешь заработать что ты заработаешь но практика показывает иное я за факты я абсолютно уверен что зарабатывать на чужом бизнесе невозможно а ставки это не твой бизнес весь секрет в этом то есть кто-то работает а ты хочешь получать его зарплату ну почему его зарплату можно это сказать по-другому зарплата тех кто проигрывает наоборот на ставках в обратку осознание и понимание объективно не пришло ну я не согласен все-таки субъективно практика показала что я прав Сергей детей у тебя пока нет нет но когда они будут что ты сделаешь для того чтобы они не стали игроманами не столкнулись с этой проблемой ну я им буду все подробно объяснять ты хочешь чтобы твой сын потенциальный играл на ставках я хочу чтобы он был свободным человеком и чтобы он сам мог строить свою жизнь и не от кого не зависеть от ставок каждый волен сам выбирать чем он хочет заниматься ты не поделишься со своим сыном бизнес планом на жизнь вот смотри у бизнесмена дело у него родился сын подрос 18 лет стал он его приводит в свою компанию говорит вот смотри сынок я на этом сколотил капитал я тебя научу как делать дело как крутить мутить бизнес закупать продавать твое дело всей жизни заработать на ставках ты абсолютно уверен что в этом ничего плохого что все хорошо что ты закроешь все долги и теперь у меня вопрос раз ты так хорошо относишься к ставкам почему бы ты не привел своего сына и сказал сынок ты должен быть свободным независимым не работать на дяденьку зачем 200 тысяч рублей в месяц зарплата тебе или полмиллиона ты можешь гораздо больше гарантированно сделать здесь безусловно я ему так скажу ты приведешь его и начнешь передавать захочет он или нет но ты приведешь своего сына в ставки ну естественно если у меня все это будет прекрасно получаться так у тебя прекрасно получается ты уверен в том что у тебя все нормально если это уже будет совершенно доходы иного порядка проводить и я смогу действительно на деле показать ну что сынок вот смотри как бы вот что у меня получается ты можешь делать так же вот сынок смотри total больше total меньше ну а почему вы и нет то есть нормально все нормально все все мы рано или поздно умрем если бы у тебя была такая привилегия выбрать сценарий своей смерти как бы ты хотел умереть ну я бы мог конечно сейчас красочно написать с ноутбуком в руке заставкой на Федереро и так далее ну зачем почему нет все конечно наверное хотят чтобы это произошло тихо спокойно без мук во сне желательно наверное я так же а будет ли у меня при этом ноутбук в руке это не имеет значения почему мне какой-то памятник с ноутбуком в руке ставить не нужно я обычный человек обычный скромный гений в конце я хочу чтобы ты дал совет совет от Бестова вот так всем тем кто может столкнуться со ставками и так мой совет можно зарабатывать на ставку даже будучи игроманом да можно но я все это говорю все равно большинство все равно будет делать по-своему естественно на ставку зарабатывать можно как я пишу у себя на канале на ставку зарабатывать можно и нужно ну на самом деле нужно это уж каждый для себя решает но друзья при всем при этом не нужно забывать что вы живете в реальной жизни и нужно помнить именно об этом уделяйте своим близким время не тратя все время на ставки для многих из вас это просто игрушки хобби для меня это как образ жизни но я тоже стараюсь по мере возможности куда-то выходить в свет играть в теннис общаться с друзьями хоть и по минимуму вас призывают делать это чаще и живите в общем в реальной жизни я категорически возражаю против того что ты говоришь что на ставках можно заработать но это мое мнение у тебя мнение свое я просто очень хотел чтобы в рамках этого проекта у нас был такой гость как ты в любом случае большое спасибо тебе я думаю что у тебя еще много всего изменится в жизни и ты может быть через пару лет я очень надеюсь пересмотришь свои взгляды хорошо спасибо за интервью было очень приятно пообщаться взаимно на этот раз нашим гостем был Сергей показать его было очень важно так как он проделав огромное количество ошибок так и не осознал их Сергей к большому сожалению до сих пор верит в то что на ставках сумеет заработать и закрыть необъятные долги на мой взгляд он прошел точку невозврата и это самое страшное а если вы хотите стать участником нашего проекта напишите мне в социальных сетях и я вам обязательно отвечу ставьте лайки подписывайтесь на канал врубайте колокольчик чтобы не пропустить все самое лучшее и интересное спасибо за просмотр! Игорь Негода